Кроме зданий и объектов, которые мы видим в городе, существует пространство, площади, улицы, парки, зеленое пространство. Москва очень зеленый город, все это отмечают, но зелень часто бывает в таком плохом состоянии, скажем, она как-то неухоженная и заброшенная. И вот мы здесь показываем проект очень разный и масштаб от Заряди, который предстоит спроектировать, такая огромная дыра в центре города, как Лаван, по сути, до небольших городских скверов, например, сад Баумана. И вот мы здесь сейчас находимся на экспозиции Заряди. С одной стороны, это конкурс, который объявил Москва архитектуры, это крупнейший конкурс архитектурный. Вот здесь мы видим, в каком состоянии приблизительно сейчас находится площадка. После того, как была снесена гостиница Россия, мы видим памятники, которые сохранились на этой территории. Мы видим некую концепцию подготовки этого конкурса. То есть мы видим исторические материалы, некую фахтологию и какие-то контексты, и какие-то программные материалы, которые легли в основу этого конкурса. С этой стороны то же самое представлено, но несколько иначе. Группа архитекторов, которые не собираются участвовать в конкурсе в большом, но тем не менее болеют за Москву, болеют за Заряди, они предложили следующий проект. Пока суть до дела, пока конкурс, пока утверждение, пока строительство, территория остается отчужденной от города. И они предлагают отодвинуть забор, который сейчас существует, на такое расстояние, чтобы там все-таки организовать некую временную зону пребывания москвичей. Потому что вот эти заборы, они, конечно, город убивают. И по ходу Арх Москвы здесь будут появляться разные варианты, нарисованные разными архитекторами фрагменты, как они видят это место. Я думаю, что это такой художественный пленэр будет у нас, и будет это довольно интересно. Субтитры создавал DimaTorzok